Пока взрослые обсуждают развитие энергетики, свои идеи и зарождающиеся проекты презентуют подрастающее поколение. В областной столице впервые стартовала научно-практическая конференция, приуроченная к 28-му форуму «Нефть и газ Сахалина». В кулуарах масштабного мероприятия побывал Дмитрий Петров. Древнее могущественное существо из углерода и водорода «Октамен» со своей помощницей Айной – главные герои мероприятия. Вместе с ними группы школьников по 20 человек борются с центральным злодеем. Противостояние происходит на площадке для мастер-классов. Чем больше дети получат знания, тем сильнее их команда. Понравилось, не то она скажет, потому что там всякие прикольные порошки, вот это все. Это крахмал. Заливают туда воду, размешивают, потом трясут, чтобы она застыла и туда палец окунают. Если сильно, то она не продавится. А если плавно, то она просто войдет и может вытащить. Дестроил. Он же разрушитель нефти. Главный враг энергетических компаний на островах. Своё коварство он проявляет в разных местах, поэтому школьники с 3 по 6 классы должны пройти все 5 мастер-классов. Попробовать собрать мост, научиться управлять беспилотником и даже построить сейсмоустойчивый дом. Ребята применяли свои инженерные способности, и поэтому у некоторых были такие необычные решения по укреплению своего дома. Например? Ну, например, кто-то просто строил верх и считал, что чем выше, тем больше деталей соединения останется. Потому что по правилам, у кого больше деталей осталось, тот как бы номинально выиграл. То некоторые решили там укреплять сбоку, подстраивать, подкладывать, там ребро жесткости добавили, еще какие-то элементы. То есть, все по-разному решали поставленную задачу. За один день через площадку с вымышленными персонажами и мастер-классами прошли около сотни учеников Южно-Сахалинских школ. 3 октября в гости к Актомену придет главный знаток всех правил безопасности – Сеня. А 4 числа для участников проведут урок в шкуре кита. Это все сделано для того, чтобы дети полноценно тоже могли познакомиться и с нашей нефтегазовой отраслью, причем как с ее технической частью, так и с теми ценностями, которые мы несем. То есть, это и безопасность, и ответственное отношение к природе. Пока малыши учились в игровом процессе, 18 старшеклассников из Южно-Сахалинска-Корсакова-Долинска презентовали свои недетские проекты. Научно-исследовательские работы связаны с нефтью и газом, химией, биологией, технологическими направлениями, экологией. Мы рассказываем, как вообще образовывается метан и углекислогаз из-за водорослей штормовых выбросов. И, к сожалению, мы не придумали, как это исправить, потому что на данный момент это невозможно. Но все, ну, большинство людей теперь знают вообще об этой проблеме. В свои наработки представили не только ученики профильных классов, но и участники проекта 500 школьников, а также те подростки, которые стали первооткрывателями образовательного трека «Наука» центра «Сахалинтех-Алаид». Авторы трех лучших работ, которые выберет жюри, получат правительственную поддержку. То есть наставниками их проектов станут министры и другие профильные чиновники по направлениям. У нас есть ресурс, связанный с организацией экскурсий, организацией на различные точки, локации наших индустриальных партнеров промышленного туризма, а также непосредственно помощь, связанная с сбором информации. Стоит отметить, что подобное мероприятие для подрастающего поколения проводится впервые в рамках Дальневосточного энергетического форума. Его организаторами стали региональное министерство образования, областной госуниверситет и крупное энергетическое предприятие. Дмитрий Петров, Александр Тетюников, Антон Пестов, Солнце ТВ Дмитрий Петров, Александр Тетюников, Антон Пестов, Солнце ТВ